Итак, всем привет! Мы продолжаем проходить игрушку в Wario Sarcher, часть 3, Ultimate. Идем мы только по сюжету, но у нас на очереди в первой главе два редукса осталось, которые надо бы открыть и пройти, потому что они сюжетные. Редукс — это сюжет, поэтому мы их будем проходить. Но для того, чтобы открыть эти редуксы, нужно, собственно, пройти док-миссии, открывающие эти редуксы. То есть, ну, тут нам рассказывают, что, в общем-то, в битве при Нагасине Чоу Тай встретил телохранительницу Сяньшан, Ляньши ее зовут, и она была подвержена, как и многие другие колдовству Киамори, но при этом колдовство явно было, собственно, ослабевало. Это колдовство, то есть она все-таки сопротивлялась ему изо всех сил и даже покинувал поле боя, несмотря на приказки Амори атаковать всех. Собственно, Чоу Тай решил, что ее можно спасти, и только надо подобрать удобный момент для этого, потому что в битве при Нагасине это сделать невозможно. Сяньшань вспомнил, что как-то раз они вот у Тао Шуи встретились именно с этой самой своей телохранительницей, и там им никто бы не помешал конкретно поговорить и вернуть ее на пути истинный. Собственно, как бы и отправил нас во времени именно в этот Тао Шуи. Ну, здесь все ее подбадривают по поводу того, что давай-давай, надо спасти Ляньши. Ну и Сяньшань говорит, конечно, я обещаю, что верну Ляньши на нашу сторону. Ну что ж, на самом деле, миссия очень задротная, она на скорость. Вот, как только она начинается, нужно быстро-быстро бежать, спасать. То есть сейчас вот нам надо встретиться вроде как с Ляньши, но для того, чтобы с ней встретиться, сначала нужно спасти, как это сказать, дружественных союзных полководцев, которых он обложили в крепостях. И проблема вся в том, что этих полководцев очень быстро убивают, поэтому надо очень-очень быстро бежать. В этих сериях будет, к сожалению, качество картинки похуже, потому что я по дурости применил другой кодек для обработки видео, и он мне все тут запикселил так, что очень сложно. Теперь это все дело делать. Ну, это будет где-то примерно в серии 10 ближайших. У меня, по-моему, еще даже остались исходники, я попробую их перекодировать. Надо будет посмотреть, остались у меня исходники вообще. Ну, потом я вернулся на свой обычный стандартный кодек, и там уже качество будет получше картинки. Ну, а так потерпать, какая разница. Особо тут смотреть нечем графон, как не было, так и нет. Вот мы спасаем. Этих комрадов их трое. Этих союзных офицеров. Так, двух спасли, надо третьего. Быстро-быстро бежим. Бежим, спасаем третьего. Здесь хорошо, что есть у нас, во-первых, Саншайн, а во-вторых, Челтай. Они оба довольно сильные. И если бы не они, тут бы эту миссию хрен пройдешь. На самом деле, было бы. Потому что, во-первых, надо быстро добежать, во-вторых, быстро убить врагов. И тут не каждый, далеко не каждый боец подойдет. Ну, непрокаченный, имеется в виду, у меня тут, в принципе, все они, в общем-то, низкого уровня бойцы-то. Вот это я сейчас решил перед третьей главой как следует прокачать бойцов. У меня уже ни одного бойца ниже 20 уровня нет на данный момент. То есть, то я еще третью главу даже еще не начинал. Я ее начну как-нибудь попозже. Просто устал уже от слэшеров. Иногда включаю эту игрушку и, собственно, выбиваю в дуэли очки прокачки, потом прокачиваю персонажей. Как только соскучусь по сюжету. Пойду проходить третью главу и уже прокаченными персами там будут. У меня все персы, блин, прокачаны. Очень даже неплохо. Потому что третья глава это уже серьезно. Это, собственно, уже вторая половина оригинальной игры. Третья глава. Вот. Только что я продемонстрировал ее супер-обилку этой Сэншайн. Она очень-очень сильно губасит по группе противников и разбирает офицеров собственно на раз-два-три, когда прокачанная. Сейчас тут у нее где-то второй или третий уровень, поэтому она не может разобрать офицеров. Но потом будет разбирать очень классно. Да, вот сейчас смотрю, блин, что-то у меня слишком пикселявое изображение. Вот, твою мать. Нет, надо искать исходники. По-моему, я их не удалил. Я, по крайней мере, надеюсь, что я их не удалил. Но в то же время возвращаясь к Сэншайн, она действительно очень сильная, действительно умеет драться. И это хорошо. Тут я забыл взять свиток прокачки, свиток опыта. Ну да ладно. Опыт этот... В данной игре опыт вообще не важен, по ходу дела. Заходишь в режим выживания и выбиваешь опыта столько, сколько тебе надо. Ну, гелал Галли. Старый наш знакомый, отъезжай. Здесь я немножко промазал. А вот здесь вот попал. 181 комбо. Нормально? Нормально. Это все далеко не предел. У меня будет один боец чуть попозже. Уже во второй главе, который за одну комбо выбивает по 3000 комбо. Это вам затравка такая. Я даже не буду называть его этого бойца, но он будет. Это будет действительно кошмар. Ну, не такой, чтобы кошмар, но вот действительно, какие адовые комбо он творит, это да. 3000 хитов, это нормально. За одну комбо. Для него. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Ну кто, целый, конечно, ролик. Супер! Оле кучи оттену! Ну, вот так вот. Супер! 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 вы свиток просвещения как не на того так вот тут динпен спрашивает санчань а ты сможешь точно сможешь победить ляньши может быть тебе помочь санчань говорит нет я должна сама это сделать это мой телохранитель я за нее типу в ответе к и тот говорит ну ты не забывай что у тебя есть все-таки друзья мы поэтому с тобой тут и пришли потому что мы твои друзья чтобы поддержать так что если чё мы всегда прикроем спину и будем на подхвате ну ладно главы не попадайтесь под горячую руку ляньши говорит в натуре я берусь за лорда киа моря за господина киа моря санчань говорит я уже пришла сейчас я тебя освобожу настучать тебя по башке тебе полегчает полегчало где это бит я принцесса как я чувствую себя как будто я пробудилась от кошмара она просит извинений за все неприятности которые причинила тем что начала воевать на стране киа море ну а сенчань говорит наконец-то годы вернулась выгод будем с тобой теперь вместе нет горит у нее есть дела короче она задумала притвориться что она все еще находится под 20 действием колдовства и выведать о планах вообще армии демонов что они планируют предпринять куда двигаться кого атаковать собственно шпионажем заняться решила и молодец и год когда мы с тобой встретимся в нагасе на я уже как буду на вашей стороне и соберу всю необходимую инфу буду обладать вернее все необходимой инфой ну соответственно он теперь в нагасе на спасатель ту ляньши и получать инфу странно что этот редукс открылся собственно получается только после того как мы прошли одовара фактически на на хрен нам вот все ее разведданные которые надо будет не совсем понятно ну да ладно авось и пригодятся эти самые разведданные ну что ж а тут в принципе сейчас будет опять одна болтовня поэтому я прощаюсь всем спасибо за просмотр всем пока